Приятно вас видеть, хотя мы всегда знаем, что народные приметы говорят, что в апреле люди уже как-то думают не о том, чтобы прийти на семинар, а о чем-то еще. Как-то все время у нас традиционно получается, что он в последнюю декаду попадает. Ну, может быть, на следующий год поборемся и попадем во вторую. Как вы видите, происходит острый эксперимент по тому, что те, кто хочет получать московку в бумажном виде, те должны были на нее прописаться. Первый раз это получилось, может быть, не абсолютно точно. Кто-то передал на словах, кто-то имел в виду, но забыл сказать, а кто-то вовремя написал, поэтому все в порядке. Значит, эксперимент будет продолжаться. Как вы видите, нашлись люди, которые за 300 рублей печатают. К сожалению, для этого приходится ездить достаточно далеко. И если жизнь наладится, и у нас появится кто-то, кто живет на станции метро Бабушкинская и сможет забирать тираж, будет вообще шикарно. Значит, понятно, что московка будет выходить дальше. Вот пока вроде бы она будет стоить по 300 рублей, и мы будем действовать действительно по подписке. Кто на сколько подписался, то столько потом и закупил. Если вам сейчас уже придет такая мысль, можно правильно сказать Ольге Викторовне в конце, нашего заседания. А те, кто почему-то пропустил вот этот экземпляр, но считает, что ему он нужен, он точно его потом закупит, ну, может быть, мы можем собрать 10-15 резервных людей, и тогда снова допечатать. Есть такая возможность? Есть, но завтра будет на сайте подъедение. Ну, и после этого количество подписчиков благостит еще больше, поскольку там красивые и хорошие фотографии. Значит, теперь о сегодняшнем собрании. Вот, к сожалению, получилось так, что два из докладчиков более-менее торопятся. Я тороплюсь сильнее всего, и очень прошу прощения, но через там 20 минут, 25, должен пулей вылететь. Поэтому часть, которая называется «разная», пройдет уже без меня, в таком, видимо, более свободном режиме. А главное, что я не буду заполнять ее какими-то своими выступлениями. Но помимо двух докладов, которые у нас в программе, у нас еще Антон Марковин готов немножко рассказать, если это будет интересно и полезно, про то, как он освоил новую базу данных по литературе, и те, кому это удобно и интересно, будут с ним об этом побеседовать. Поскольку в московке про это написано, но не очень подробно, может быть. Дальше есть приятные сообщения, которые касаются того, что, кроме нашей печатной продукции, здесь мы можем видеть книжку в следующем докладчике Марии Яковлевны Горецкой, которая согласилась нам рассказать о том, как в современном мире ученые трактуют пение птиц, позывки птиц и другие звуковые сигналы, которые птицы издают. Мы с вами привычно считаем, каждый для себя, как к этому надо относиться, но вот профессионалы как-то немножко изменят нашу точку зрения на то, что такое песня, позывка, и все, что между ними, поскольку там, я так понимаю, четких границ провести нельзя. И я напомню, что у нас есть небольшая книжечка, посвященная той же теме, она пока как-то не пользовалась повышенной популярностью, но вдруг, заметив, что фамилия автора совпадает с фамилией докладчика, вы, так сказать, как-то обратите на эту книжку внимание и ее приобретете. А отдельное... что? Цену не назвали ее. Не назвал, а, по-моему, она стоит 200 рублей. Значит, ну, еще будут сюрпризы из этой же серии от наших коллег из Журавлиной Родины. И на этом я, пожалуй, не буду забегать вперед и забираться в ту часть, которая называется «Разная», а уже буду рассказывать о том, о чем собирался. Вот, наверное, надо было бы про это рассказывать в конце, после уже основного доклада. Но, еще раз прошу прощения, вот такие обстоятельства, что я должен начать сегодняшний выпуск. Уже многие привыкли, что вот как-то со мной немножко скучно, потому что я чуть что сразу сбиваюсь на рассказы про атлас птиц, атлас грязнящихся птиц Европейской России. Это такой вот гиперпроект. Зародился этот проект, честно сказать, именно благодаря нашей программе, потому что постепенно мы стали известны в Европе, постепенно у нас появился, напомню, практически первый в России атлас большого города. В Воронежце только нас обогнали. И в итоге кончилось все тем, что вот я оказался в составе Европейского Совета по учетам птиц, который к 2020 году хочет издать большой современный атлас грязнящихся птиц в Европу. Первый выпуск, многие про это уже слышали, был в 1997 году, поэтому европейцам очень хочется посмотреть, что изменилось в распространении и численности птиц за вот этот период, в 20 с небольших лет. А нам очень хочется, чтобы на карте Европу была и наша небольшая страна, потому что она составляет 40% континентальной Европы, потому что на нашей территории живет много разных интересных птиц. И самое главное, что я понял недавно, что на этой территории обязательно для каждого вида птиц, которые у нас встречаются, будут границы. В атласе самое интересное, это посмотреть, где граница рядом. Потому что то, что вокруг Москвы живет, мы с вами более-менее хорошо знаем, а где вот на севере кончается большая синица, кряква или даже большой пестрый дятел, честно говоря, знают немногие. Напомню вам, что даже наши маститые орнитологи не могут вам привести цитату какой-нибудь книги, где вы можете посмотреть современное ряду. Вот смешно, это может быть странно, а может быть это оправдано, но для нашей территории эта часть все еще остается не очень разработанной, но в первую очередь в силу очень большой площади. И напомню, что для того, чтобы такой атлас составить, вся эта площадь поделена на квадраты размером 50 на 50 километров. Каждый из них надо хоть до какой-то степени обследовать и в итоге получить список из гнездящихся, или предположительно гнездящихся видов, а также мы очень надеемся, что и оценить их численность. И вот, посмотрев на эту карту, это современное состояние дел в этом большом проекте. Красные кружочки, это те квадраты, которые уже полностью обследованы. Оранжевые, их немного, они в основном вокруг Москвы. Это квадраты, можно сказать, что обследованы полностью, но надо еще уточнить оценку численности для соответствующих птиц, обнаруженных там. Желтые, это неполные данные по квадратам, а зеленые, это обещанные, но еще не сделанные. И вот если вы сконцентрируете свое внимание на Московской области, которая здесь, конечно, выглядит очень маленькой, она действительно небольшая, она примерно размером с Голландию всего лишь, но больше Швейцарии. Так вот, рядом с нами есть, как вы видите, красные поля, это вот, например, Ивановская область, которая уже закончена. Это довольно много на юго-востоке. А вот, если вы посмотрите на запад или на юго-запад, то вы видите громадную дыру, которая объединяет часть Калужской области и Смоленскую область. Ну, еще Тверскую, ну вот, буквально вчера Андрей Зиновьев из Тверского университета нам звонил и клятвенно заверил в том, что они Тверскую область сделают своими силами, не потому что боится нашего вторжения, а потому что давно собирался и вот-вот уже начнет присылать описание квадратов. А вот Смоленская область, она по-прежнему выглядит очень странно. Вот так она выглядит, если посмотреть на нее вблизи. Надеюсь, что, когда я мышкой двигаю, вам видно, да, вот граница области. Вот она. И область тоже примерно равна по площади Московской. В ней 26 вот таких вот квадратов, но часть из них попадает на границы, все равно мы их считаем. И вот эти вот большие зеленые круги, это по-прежнему то, что нам обещали. А желтый, единственный кружок, это то, что в обиходе называется надхуженный квадрат. Так, на фольклоре. Это я же там и был, и там какой-то частичный список есть. Но это было начало мая, поэтому список совсем не окончат. Вот, но этот квадрат, наверное, я и должен заканчивать. А так, перед нами лежит гигантская территория, которая примерно равна Подмосковью, и которая, в общем, не обследована. Вот эти зеленые круги никого не должны пока обманывать. Вот эти верхние четыре в таком зеленом состоянии присутствуют уже четыре года, и все никак не покраснеет. Ну, а вот эти два, наверное, в ближайшее время превратятся во что-то более яркое. Так вот, задача моего вот этого краткого выступления состоит вот в чем. У меня просто гигантское желание пригласить присутствующих и отсутствующих. Как-то, ну, Ильф и Петров это называли «ударить автопробегом по бездорожью». На самом деле, вот, показана сеть основных дорог, их довольно много. Так, и у меня там просьба, предложение, призыв посвятить май и июнь тому, чтобы эту область превратилась во что-то более осмысленное. Дело в том, что на всей территории этой области только вот в этом вот северо-крайнем северо-западном квадрате имеется один орнитолог Марина Сиденко, которая Сиденко, которая обещала нам вот эти четыре квадрата. Я еще раз говорю, времени прошло довольно много, мы по-прежнему верим, что она их сделает, но она работает в заповеднике, который расположен прямо вот почти на границе, и, соответственно, остальная область для нее практически недоступна, какой бы она ни была активной. Так, значит, вот два еще кружочка, это значит, что эти квадраты, в свою очередь, в этом году собираются обследовать, а все остальное пусто. Так вот, переходя к сухой какой-то такой просьбе, у меня предложение тем, кто, а, вооружен машиной, а, б, тем, кто не вооружен машиной, попробовать решить для себя, что, поскольку Московскую область, мы знаем уже довольно хорошо, и, может быть, здесь уже каких-то загадочных мест осталось совсем не так много, я прекрасно понимаю, что приятно выиграть в алташинский рыбхоз в 83-й раз, и там увидеть не трех бакланов, а уже четырех, например, или всегда что-нибудь найдется хорошее. Я специально, может быть, иронизирую. Вот, но рядом лежит вот эта терра инкогнито, про которую давно ничего не известно. Где-то там живут поросянки, где-то там, наверное, встречается кто-то еще. Не хочу сказать, что там гигантская экзотика, да, вот не буду никого обманывать, но можно немножко как-то попробовать освежить свои впечатления, посетить необследованные места, совершенно точно внести неизгладимый вклад в создание атласа, и физически я предлагаю это сделать таким образом, что где-нибудь начиная со второй половины мая, а также в июне и в начале июля, пока еще выводки видны, так обследовать эту область, возможно, плотнее, тем более, что там в качестве бонуса или, наоборот, в качестве основной наживки еще живет белый аист. Вы знаете хорошо, что чем дальше на запад от Москвы, тем больше белого аиста на квадратный километр. Где он и как живет в Смоленской области, по-прежнему неизвестно, несмотря на то, что в прошлом году проводился общий учет белых аистов, но не в Смоленской области. Значит, международный учет растянули на 2 года, специально, чтобы мы с вами успели ехать и его там хотя бы немножко посчитать. Поэтому те, кому нравятся большие, крупные, белые птицы, у которых легко находятся гнезда, те могут концентрироваться на аисте, те, кому нравится все остальное, могут концентрироваться на всем остальном. И я предлагаю... Значит, сначала была идея сделать это как-то более-менее в одни и те же времена. Но имея в виду, что ехать надо относительно все-таки далеко, и, пардон, совершенно бессмысленно ехать четырьмя машинами вместе, потому что мы все равно в конце должны разъехаться на разные квадраты, вот у меня предложение становится более расплывчато. Призыв состоит в том, чтобы, если вам, если вы решаете, куда поехать, давайте наш компас будет смотреть на Запад. И вот если кто-то прямо сейчас готов сказать, что да, он считает, что он готов сколько-то времени посвятить Смоленской области, признайтесь в этом прямо сейчас. Если есть люди, которые готовы, но у них нет машины, тоже признавайтесь, может быть, можно будет кого-то попросить вас взять с собой. Вот тут мне очень сложно, потому что, ну, бывают люди, которые там не хотят никого с собой брать, а с другой стороны не хотят об этом признаваться прямо здесь. Поэтому мне не хочется сейчас устраивать вот такой аукцион, насильно кого-то с кем-то объединять. Поэтому давайте сначала, вот я точно знаю, что у нас есть на что рассчитывать, есть ли кто-нибудь, кто в общем не против туда съездить. Сейчас не говорю на день, на два, тут это совершенно зависит от ваших способностей, возможностей, времени и желания, потому что, ну, ехать относительно далеко, чем дальше едем, тем, как бы, оба эта часть ценнее. Ну, а приехать туда рано утром, если вы выехали, ну, будем считать уикенд, да, там, выехали в субботу, ну, значит, оказались на месте явно не раньше, чем через 3-4 часа. Вот, может быть, тогда надо ночевать и начинать с утра потом. Нет, я бы, конечно, хотел сказать, что можно, конечно, вообще. А вы, что, в Белоруссию через Смоленскую? Да, можно ехать в Белоруссию, там она точно ездит, но по дороге 4 раза остановиться. Она же не обследовала, может, там переступлено. Да, но тогда, хорошо, это можно пообсуждать, надо предварительно познакомиться с картами и найти неземное балу. Вот под Днепром они есть точно, так, а на самом севере есть верховые болота, в центре которых есть маленькие участки Гизин. Тоже может быть. Ну, это тогда серьезная экспедиция, не на один день, наверное, все-таки. Вот, но это тоже, естественно, обсуждается. В общем, я говорю, мне не хочется перегибать, мне не хочется делать вид, что там как раз у нас, прямо не только Дорадо, да, у нас там неизвестная территория, примерно похожая на Московскую область по своим ландшафтно-природным условиям. Может быть, там есть какие-то пруды, может быть, там есть какие-то пойменные места обитания, богатые, да, типа Карачарова. Вот, это все, в общем, даже заранее неизвестно. Так, вот я... Субтитры создавал DimaTorzok